Привет! А у меня тут мамонты. Ну ладно. На самом деле, сегодня ролик не столько про мамонты, сколько про гарпию. Но рассказывать, что это за кабина и что она делает, я не буду. Потому что, я думаю, все уже на ютубе рассказали, что это за кабина и почему она так важна для пушек. Немножко про мамонты всё же стоит рассказать. Их в недавнем патче апнули, накинув хпшки и точности. И если ап хп значительный, то ап точности так и не повлиял, мамонты все такие же косые. И казалось бы, у мамонта огромный сплэш, урон и перк, который увеличивает сплэш. У гарпии перк также увеличивает сплэш и накидывает дополнительные снаряды в боеукладке. И казалось бы, эта кабина и эти пушки идеально подходят друг к другу. Казалось бы, но на самом деле это не совсем так. Но обо всём в порядку. И да, не обращайте внимания на колёсики, которые стоят на крафте в футажах. Это старая версия крафта. Сейчас этих колёсиков уже нет. Итак, гарпия. Почему она так себе для мамонтов? Причин здесь две, но они взаимосвязаны. Первое и самое важное, это... Грузоподъёмность гарпии... Это... ...сего лишь восемь с половиной тонн. Если к гарпии прицепить двигатель исполин... ...то лимит поднимается до одиннадцати тонн, но это всё равно мало. Причина очень простая. Хоть мамонты и очень жирные пушки... ...но они такие же тяжёлые. Две тысячи шестьсот килограмм... ...это вам не хухры-мухры. У меня гоночные крафты, многие весят в бое меньше. Вторая причина такая же простая, как и масса мамонтов, а именно масса гарпии. Она хоть и указана, что лёгкая кабина... ...она такой является очень условно, потому что она сама по себе весит тонну. Для сравнения... ...у меня есть тут всякие визоши-фиолетовые кабины... ...омнибокс 1750. Хоть это и средняя кабина, она тоже тяжёлая, по сути. Не сильно больше, чем гарпия. И гарпия лёгкая, а мне бокс почти тяжёлая. Тореро 750, хоть она средняя. Паворит средний 700 килограмм. Ну и у нас есть такой... ...уникум, будем так говорить, Квой, который, являясь средней кабиной, весит 400 килограмм. И комбинация два мамонта плюс гарпия уже весит... ...как бы не сорвать, 6200 килограмм. То есть кабина, пушки... ...и у вас уже почти нету грузоподъёмности на всё остальное. И, конечно, тут есть два решения проблемы. Это афнуть гарпию на пределку... ...и... ...посадить сюда Джека. Но... ...зачем садить Джека, когда есть глухарь? Это раз. А во-вторых... ...я просто везучий, мне не выпала пределка, мне выпала грузоподъёмность. И мы приходим к тому, что... ...такой билд, как два мамонта на гарпии, это очень хрустальная пушка. Вернее, как... ...сама пушка как бы не хрустальная. Но... ...сам крафт, на котором стоят эти пушки, он получается очень хрустальным. И в том числе поэтому здесь стоят гусеницы, потому что гусеницами можно танковать урон. И здесь, к сожалению, всего три пары. На четвёртую мне пока что не хватает денег, да и по-хорошему для четвёртой пары хотелось бы апнуть Сержегарпию на пределку, чтобы установка четвёртой пары гусениц была оправданной. А пока что у меня только три. Немножко ещё про этот крафт. Тут я постарался с минимальным весом делать крафт максимально прочным. Мамонты поставил максимально низко, крепление переднего вообще скребётся по земле, по сути. Из доп. оборудования инвиз, который вообще, мне кажется, обязательно ставить к таким хрустальным крафтам. И исполин для перезарядки мамонтов, потому что без исполина мамонты, кажется, цени прилично долго. А броня здесь, на самом деле, довольно условная. Постарался максимально использовать решётки спереди. Поставил практически максимально лёгкие бампера с большой площадью защиты, а именно бамперы баги. И тут, как я уже сказал, броня довольно условная. По большей части это детали бешеных и огнепоклонников. Причём сюда подходит ещё один минус гарпии. Это ОМ. У средних кабин 1500, у гарпии 1800. Как-то я решил перестроить этот билд на Тореро. И получилось на 1200 он меньше. При этом хп было примерно в половину больше. И сюда падает, кстати, ещё один минус гарпии. Это размер. Она в длину 9, в ширину 6, в высоту 4. И если ширина и высота для фиолетовых кабин здесь вполне стандартная, то длина 9 минов это жир. Это, наверное, одна из самых объёмных кабин, из предоставленных в игре, если не брать в расчёт тяжёлые кабины. Поэтому гарпию ещё нужно не только поставить, её нужно ещё и обстроить, что дополнительно увеличивает ОМ, дополнительно увеличивает вес крафта, но при этом практически не несёт никакой полезности, потому что это просто прикрытие кабин. По этой причине установка мамонтов на гарпию это довольно сложное занятие. Тем не менее, это весело. А почему это весело? Да потому что существует принцип. Большая пушка, много веселья. А мамонты это очень большая пушка. Понимаете, сплэш мамонта, усиленный бафом от гарпии, не измеряется данными в игре величинами. И поэтому при попадании в крафт противника есть огромный шанс найти там сплэшом и уроном огромным мамонта, что-то вроде газгена, синие боеукладки и так далее. Понимаете, на 10 тысяч ОМ, вот в данных текущих реалиях, очень много фиолетовых пушек и очень много газгенов. Культ газгена. Я вас вообще, я вас обожаю. Вы мои главные поставщики фрагов. Крафт при взрыве газгена разлетается так далеко, что мне кажется, осколки улетают на соседнюю карту. А когда мамонт настаркал свой перк, О МАЙ ГАД, тогда от такого взрыва не спасает даже КВшная экранированная броня. К сожалению, у меня практически нет футажей с нанесением 2-3 тысяч урона за залп и разрывами газгена, но такое происходит очень часто. Я вам гарантирую. Также на этом ОМе очень много драномамок, генезисами, которые тоже хорошо подрываются, и очень много ховеров с голой кабиной. Стреляешь таким в корму ваншот. Да и вообще, мамонты, это очень фановое оружие, тем не менее, не стоит ожидать какой-то ультраэффективности от мамонтов. Да, это весело, да, это огромный урон, но большие размеры, плохая точность и очень плохие данные для установки на кабину вроде гарпии делают свое дело. Этот билд с... Ну, если вы хотите пойти на нем в КВ, то, скорее всего, вы разочаруетесь. Тем не менее, для рандома эта пушка подходит шикарно. Особенно в комбинации с гарпией. Особенно, если гарпия у вас апнута на грузоподъемность, и у вас есть либо 6 бигфутов, либо 8 маленьких гусениц. Тогда это очень, очень весело. А с вами был Ваффи. Субтитры сделал DimaTorzok